так получилось что у меня было несколько групп и несколько таких проектов равноправных где со мной мои коллеги на сцене вместе находятся и группы вот интересно тоже я ни одну свою группу не собирал то есть я просто люди слышали мои песни и говорили давай играть твои песни так было сначала с ребятами из группы корпус 2 потом еще было два-три состава и когда люди были готовы участвовать в этом это мне всегда во всех моих группах я был самым хреновым музыкантом вот такой даже принцип у то есть потому что люди помогали очень но при этом еще возникали такие какие-то такие содружества с людьми которые пишут песни это совсем это несколько другой совершенно ты начинаешь немножко общаться немножко на другом уровне не просто на музыкальном еще на уровне какого-то миропонимания и сначала там был такой такой такое важное музыкальное учреждение для для многих то что там начинала и группа ночные снайперы там и зимовий зверей это же жени дятлов это были концерты в зале ленинградского зоопарка в 90 90 наверно 98 99 наверно так такие вот когда 2000 и там я познакомился нет познакомился я как раз с кости арбениным из группы зимовий зверей познакомился на день рождения света сургановой и мы решили сыграть совместный концерт на двоих просто но при этом сыграть две песни вдвоем на сцене это были бы две мои песни и на этом концерте был миша барзыкин из телевизора и он предложил мне давай запишем вот это одна из них так получилась песня дым мы записали миша козырев я услышал на нашем радио поэтому она попала в какую-то ротацию с мишей барзыкин мы играли на концертов 5 мы сыграли и был играть нигде даже не то что выступление 5 миша играл на электронных барабанах мы не помню был на день рождения майка интересное выступление мы пели несколько песен майка несколько моих несколько мишиных играл на гитаре миша на электронных барабанах и пел с потом как вот ну как-то с мишей вот больше пяти по мы не выступали а с кости арбениным у нас уже так как-то довольно часто мы играем к радости моей и недавно в израиле съездили вместе мы каждый год по два три четыре выступления совместных у нас есть потом к нам примкнул миша башаков получилось такое трио вот как-то очаровавшись этим трио нашим я написал такую песню мы никогда не умрем которые вот какое-то время назад я даже перепел ее с фанатами зенита если ты слышал бери там группа называется поющее ядро немножко другая версия вот они поют и на стадионах у них на этом на шарфах строчки из этой песни на этой розе зенитовской и и потом еще мне был такой опыт совместного выступления с василием к это другое нечто совершенно потому что это такое некое другое своего рода то есть безумие другого свойства потому что у нас не была про программа такая называлась веревки по-моему дали около 20 концертов и примерно половина из них первые мы это было тотальной импровизации то есть это были то есть они на эту программу выходили приходили люди которым мы нравились как сингеры сонграйтеры скажем тогда авторы своих песен а мы этими занимались мы импровизировали на гитарах и делали песни из записок зала и что-то разговаривали с публикой и что-то шутили и что-то идиотничали и каждый раз это было такой ну ты так был на краю на краю потому что ну потому что опереться было не на что и в этом было такое мы решили вот настолько мы были оба безумные одинаково сейчас мы немножко иначе посмотрим на такой способ времяпровождения но это было замечательно и конечно с каждым с каждыми из таких после каждой такой встречи с другими людьми которые тоже занимаются тем же чем ты то есть пытаются как-то сформулировать эту реальность каких-то звуков каких-то словах ты что-то понимаешь про себя и понимаешь про мир и это очень полезно очень полезно то есть я всегда открытый мне всегда интересно то есть если человек сам то есть если человек делает сам что-то законченное целое которое другими людьми так и понимается то и я делаю то же самое как мы можем наши два целых объединить чтобы она опять стала целыми чем мы должны каждый чуть-чуть подвинуться где чтобы как бы убрать наше эго и чтобы это стало новым продуктом иногда но это получается интересно очень